В нашей встрече мы посвящаем героям 21 века, защитникам Донбасса. 89 учащихся средней школы номер 2 города Видное стали участниками авторского проекта историко-культурного центра «Донбасс. История боли». Специалисты краеведческого комплекса проводили уроки мужества и раньше, но в таком формате общение прошло впервые. Когда мы говорим с представителями своего поколения, мы говорим на одном языке. Для нас есть какие-то вещи, которые не надо объяснять, которые незыблемо легли в нашу плоть и кровь. И это для нас, ну как пароль, современные люди другие. Ребят пригласили в историческое путешествие по территории Донбасса. Хроника времен от Петра I до наших дней включала рассказ о выдающихся личностях и памятных событиях Земли, что сегодня насквозь пропитана кровью и болью. И нет земли прекрасней вдохновений, где все творцом народом создано. Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано. Самой интересной частью урока мужества стала встреча с реальными участниками событий. Доброволец Дмитрий Сергеев не раз бывал на Донбассе и поделился с ребятами своим видением происходящего. Сестра милосердия клинического госпиталя имени Бурденко Светлана Слешина поговорила о готовности оказать бескорыстную помощь. Гости старались помочь ребятам найти ответы на многие вопросы. Почему возникла история с конфликтом с Украиной? Что сейчас там происходит? Как это все делается? И я очень надеюсь, что вам многое стало понятно. У оператора Первого канала Владимира Гриневича было четыре служебных командировки в Донецк. Представитель федерального СМИ рассказал об особенностях работы военного корреспондента в непосредственной близости от места проведения боевых действий. Есть такое негласное правило, что журналисты в войне никогда не имеют права держать в руках оружие. И на самом деле я считаю это правильно, потому что у нас другая работа. У нас работа донести до вас то, что нам приходится видеть. После встречи ребята смогли задать гостям не только все интересующие вопросы, но и примерить настоящий бронежилет. Ощущается действительно тяжелая вещь, но мне кажется подготовленные солдаты в принципе привыкают к этому. Но спать в нем и в принципе находиться так на самом деле действительно тяжело. Даже вот сейчас здесь находясь чувствуется, что давит и какие-то осложнения при дыхании есть. Лично мне понравился этот урок, потому что он развивает патриотический дух и показывает в принципе, что происходит сейчас в нашем мире, какие события и вообще сплочает людей. Ребята долго не хотели расходиться и с удовольствием обсуждали все увиденное. Авторам проекта удалось заинтересовать аудиторию и найти подход к сердцу каждого. Галина Житкова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видно этого.